Так, переходим тогда к следующему докладу. Орлова Ирина Петровна, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени Лаверова РАН. Ирина Петровна, включайте демонстрацию. Добрый день всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Не очень хорошо. Если можно, поближе к микрофону. Да, сейчас. Так лучше. Погромче и поближе. Видно ли мою презентацию? Да, видно и слышно вас хорошо. Все, отлично. Значит, наш коллектив исследует такую задачу, как возможности мониторинга основания железнодорожного пути пассивными сейсмическими методами. И это такая сейчас важная и актуальная задача, потому что большинство железнодорожных путей находятся в районах со сложными грунтовыми условиями. Это Сибирь, Заполярье. И актуальна сейчас проблема глобального потепления, соответственно, проблема деградации многолетних морженых грунтов. И одним из важных объектов железнодорожной инфраструктуры, которая влияет на безопасность, это геотехническая система, земляное полотно и основание. И, соответственно, стабильность вот этой системы существенно зависит от состояния грунтов основания. И, соответственно, когда происходит деградация и переувлажнение многолетних морженых грунтов, это сказывается на устойчивости насыпи, происходит некоторая осадка насыпи, особенно при динамическом воздействии подвижного состава. И важно разработать такой метод мониторинга, при котором можно будет улавливать на ранней стадии изменения, происходящие в грунтах основания. Объект исследования данной работы – участок железной дороги северной в районе Онеги Архангельской области. Проводилось исследование трех участков – благоприятного и неблагоприятного. Неблагоприятный участок был разделен на две, скажем так, области, которые совсем ослаблены и на котором проводились мероприятия по укреплению данного участка. Значит, проводились натурные наблюдения, использовалась широкополозная сейсмическая аппаратура различная, но в конечном итоге был выбран датчик фирмы Nanometrix с широким частотным диапазоном от 120 секунд до 100 Гц и с широким динамическим диапазоном 142 дБ. Это оказалось для нас принципиальным фактом, потому что мы анализировали и низкочастотную область сигнала, и высокочастотную. То есть регистрировались вибрации, создаваемые подвижными составами разного типа, но преимущественно это были товарные поезда с количеством вагонов порядка 60 и длительность прохождения относительно точки наблюдения 1-2 минуты. У нас проводилось два цикла наблюдения в 2017 и в 2019 году. И эти два цикла наблюдения характеризовались, проводились в разные сезоны. Август 2017 это был сухой период, соответственно, грунты находились в таком, можно сказать, естественном состоянии. И другие измерения проводились в апреле 2019 года, то есть это только-только оттаившие грунты. И плюс это был очень дождливый период, в который, соответственно, грунт был переувлажен. Значит, характеристика обследуемых участок, как они делились, вот здесь первый, второй, третий, ослабленная, укрепленная, ослабленная, хорошая, по данным сейсморазведки, проводилась она тоже в 2017 году. И, соответственно, вот здесь представлен характерная запись исходного сигнала вверху, где мы видим суперпозицию высокочастотного и низкочастотного сигналов. И ниже на картинке представлен уже оффильтрованный низкочастотным фильтром сигнал. И тоже мы здесь видим, что присутствует вот такая характерная форма сигнала. Значит, и анализируя записи, мы заметили, что во всех трех компонентных присутствует вот эта низкочастотная форма. При том, что в горизонтальных составляющих, то есть у нас этот, соответственно, получается у нас Z – это вертикально насыпи, X – это вдоль пути, то есть по направлению поезда, и Y – это поперек насыпи. Значит, получается, что какая у нас цель? Нужно для создания методики мониторинга определить параметры, по которым можно судить о изменениях, происходящих в грунтах. Вот. И, значит, для этого с этой целью были сопоставлены, как бы, кривые, вот они здесь представлены, соответствующие траекториям движения точки насыпи при движении поездов вот в низкочастотной области. Это вот представлены данные за 2017 год в горизонтальной плоскости. И, значит, анализировалось множество данных от разных поездов, и был выявлен главный признак грунта, находящегося в неблагоприятном для пути состоянии. Вот это А1. Наличие отрицательных амплитуд скоростей смещения в направлении вдоль пути X. То есть точки насыпи движутся как вперед под действием движущегося поезда, так и в обратном направлении после его прохождения. Как мы видим, на участке B такого движения нет. Укрепление вот этого неблагоприятного участка нам, мы видим, что пропадает двуполярная форма вдоль Y, но сохраняется двуполярная форма вдоль X. И, значит, вот этот признак, уже этот параметр мы можем считать характеризующим неблагоприятный грунт. Дальше. Это данные за 2019 год, которые, собственно, показывают, что тоже та же самая на недолгоприятном участке была также выявлена двуполярная форма сигнала. Дальше мы рассматривали высокочастотную область сигнала. Проводился спектральный анализ. И вот на рисунке представлена, ну, это развертка записи, отфильтрованная высокочастотная и характерная спектра мощности для неблагоприятного участка. Здесь присутствует два пика около 2,5 Гц, который как раз отражает динамику колебательной системы насып грунты основания. И спектр мощности для благоприятного участка здесь не представлен, потому что они более такое равномерное распределение нагрузки по частотам дают. Соответственно, вот эти пики 2,5 Гц, они согласуются с ранее полученными данными, потому что высокочастотная составляющая, в принципе, больше исследована, и поэтому там коллегами из МИД уже тоже были получены схожие данные. И вот этот пик 2 Гц в направлении поперек пути соответствует так называемому вилянию тележки. И, значит, дальше, соответственно, был выделен вот этот промежуток полоса частот от 2 до 8 Гц, который является характерной для сигналов проходящих поездов. Был проведен статистический анализ значения квадратов амплитуд скоростей смещения, то есть мощности вимфроскоростей, да, новости частот для компонент X, Y и Z. Здесь представлены гистограммы значений, на которых можно выделить характерное медианное значение вот этих квадратов амплитуды. И именно вот эти квадраты амплитуды использовались дальше для дальнейшего анализа. И, соответственно, такой статистический анализ проводился как для сухого, так и для мокрого периода. Так мы их назвали, сухой период 2017 год, мокрый период 2019. И для возможности какой-то такой, ну, как бы освобождения индивидуальных черт поезда использовалась некая нормировка, то есть оценивались относительные амплитуды поперек пути. То есть вот здесь в таблице представлены абсолютные значения квадратов амплитуд, и дальше это вот характерные значения отношений амплитуд поперек пути и вертикально насыпи. Здесь мы увидели такую особенность, что в сухой период вот эта относительная амплитуда, она значительно меньше, нежели данные, полученные за апрель 2019 года. Вот они здесь видели на красном, что они значительно больше. Когда мы построили диаграмму разброса значений относительных мощностей, то мы увидели, что отношение квадратов амплитуд поперечной составляющей вертикальной для сухого периода не превышает значение 0,6, а для мокрого это отношение всегда больше 0,6. Соответственно, статическая обработка дает следующий результат. В мокрый период колебания по оси Y интенсивнее, чем сухой, что соответствует больше деформируемости грунта поперек пути при прохождении поезда. При деградации вечно-мёрзлых грунтов или в сезон оттаивания, характеризующегося обидными обводнениями, энергия колебания в горизонтальной плоскости поперек пути значительно возрастает по сравнению с летним периодом. Мы можем говорить о том, что в летний период основная энергия колебаний, вызванная движением поезда, сосредоточена в вертикальной плоскости. Здесь также представлены удары сейсморазведки на этой диаграмме, которые тоже попадают в этот диапазон значений меньше 0,6. Для того, чтобы определить разрешающую общеспособность нашего метода, который зависит и от чувствительности сейсмической аппаратуры, вот к изменениям, таким прогодеформациям состояния среды. И было проведено математическое моделирование, численное моделирование земляного полотна железной дороги в программном комплексе ПЛАКСИС-2Д, работающем на основе метода конечных элементов. Значит, были разработаны модели на сопи с различными вариантами деформационных слоев. Учитывались инженерно-геологические условия районов. И нам интересно было рассмотреть именно сезонные изменения, как раз такие, как зимнее промерзание и сезонное поднимение, или что то же самое, возможно, деградация мерзлых грунтов. Было рассмотрено три модели. Исходная модель 1, позволяющая оценить напряженно-деформированное состояние в различных слоях насыпи. И относительно этой модели рассматривались возможные изменения напряженно-деформированных состояния применяющихся сезонных условий. Модель 2 – это вариант зимнего промерзания. Модель 3 – это появление обводнения при сезонном оттаянии или деградации мерзлых грунтов. Были получены из-за поля вертикальных и горизонтальных смещений объемных и сдвиговых деформаций для различных транспортных нагрузок для всех трех моделей. Вот здесь представлены результаты моделирования сдвиговых деформаций и соответствующих зимнему промерзанию. Это модель 2. Прошу прощения, не за ошибку на заголовке. И модели 3, соответствующих обводненному состоянию. Красным, вот маленькая красная точка – это место установки датчика. И, значит, что? Деформации определяют зоны, в которых касательное напряжение преобладает над нормальными. Как правило, эти образы, эти зоны как раз и формируют потенциальные поверхности обрушения. И вот анализируя эти зоны на данных участках, мы видим, что как раз нас в морзлом состоянии без обводнения в нижней части характерной сдвиговой деформации, они приурочены только к вертикали, что не несет за собой никаких негативных последствий. И, в принципе, в морзлом состоянии нас достаточно устойчивое. И как раз вот квартира 3, здесь вот, ой, картина 3, модель 3, вот у нас, которая соответствует обводнению, она в нашем случае вот характеризует как раз состояние вот этого мокрого периода на неблагоприятном участке. То есть мы видим вот этот язык, который появился, который уходит в горизонтальную область. И эта зона, она является, естественно, опасной, отходящей глубокий от насыпи. И, соответственно, при динамическом воздействии она может как бы грозить какими-то негативными последствиями. То есть, в принципе, мы говорим, что такие эффекты действительно мы можем наблюдать и действительно мы можем нашей аппаратурой улавливать на ранней стадии эти изменения негативные. Ну и еще в конце кратко скажу, что проводились и теоретические расчеты, как бы рассматривались теоретические задачи, хотя здесь речь, конечно, идет о динамических нагрузках, но если мы принимаем во внимание характерные размеры и скорость нарастания нагрузки, скорость распространения упругих волн, то с хорошим приближением можно использовать такой процесс равновесных состояний со статической нагрузкой. То есть, соответственно, мы вот в такой вот схеме, которая здесь изображена на рисунке с сосредоточенной нагрузкой P, рассматривали вот задачу в таком виде, то есть это задача Босинеско, статистическая задача вертикально сосредоточенной силы, приложенной к поверхности линейно упругого, однородного и затронного полупространства. Рассматривалась нагрузка в первую очередь как бы от колесных, ну понятно, что он осуществляется от колесных пар, но мы берем единичный элемент как от одной колесной пары и дальше используем принцип суперпозиции. Ну и, собственно, вот на последнем слайде здесь представлены слева это экспериментальные данные, это вот характерная волновая форма для компоненты Z, низкочастотного сигнала. Вот она имеет такую синусоидальную, подобную синусу форму и повторяется она для всех поездов. И вот решая, дальнейшем решая задачу теоретически, произведя необходимые расчеты, мы получили вот посередине этот рисунок для одной колесной пары, вот такая получается у нас форма, и для поезда, уже целого поезда, это вот третий рисунок с двумя, с двадцатью одинаковыми магодами. И вот это сопоставление экспериментальных данных дало такие результаты, что начало и конец записи прохождения поездом датчиком вне насыпи характеризуются вот этими интенсивными волновыми формами, формами в виде периода синусоиды. Волновая форма в начале записи определяется воздействием на среду первой колесной пары, и хвостовая волновая форма характеризует последнее колесо. И воздействие вагонов внутри состава проявляется в виде набора колебаний, причем если одинаковые вагоны, то это достаточно регулярная волновая форма. И тоже вот наши теоретически экспериментальные данные в плане количественном тоже, да, хорошее согласие, то есть полученные величины и амплитуд скоростей смещения вот очень хорошо согласуются. И, ну, соответственно, вот эти все полученные результаты могут лечь в основу методики вот этого мониторинга сейсмическими пассивными методами и одновременного статического и динамического зондирования грунтов в условиях естественного залегания и в дальнейшем для внедрения такого непрерывного мониторинга, длительного размещения датчика и обследования подстилающих грунтов и железнодорожных путей. Все. Спасибо большое. Павел Николаевич, видимый вопрос. Спасибо. А вот скажите, Ирина, пожалуйста, вот вы стоите на месте, а поезд движется, да? Вот эффект Доплера наблюдался вот в этих результатах ваших исследований? Да, вот здесь, не знаю, насколько прямо тут речь о эффекте Доплера, но что анализ высокочастотных данных показывает, что мы заранее начинаем чувствовать приближение поезда и, соответственно, при удалении поезда, а низкочастотный диапазон, он фиксируется непосредственно при прохождении поезда. То есть это, как бы, что тоже нам свидетельствует о том, что мы можем говорить об изменениях, которые именно происходят в данный момент, где установлен датчик, но как-то на какой-то там особой частотной картине, связанной с эффектом Доплера, нет, не наблюдалось. К вопросу Александра Сергеевича. Ирина, да, вопрос следующий. Какая у вас теоретическая база под ваш метод? Ну, вот то, о чем я последнее говорила, что у нас, вот мы, например, то есть была решена задача ВСНСКО для... Нет, сейчас я поясню, Елена, извините это. То есть вот у вас сколько датчиков было таких? Как вы, соответственно, оценивали, сколько колесных пар? Какие идут волны, отражения, преломления? То есть вот это вот все? Ну, у нас... Ну, и глубина какая вот исследование интересовала у вас? Значит, у нас на глубине одного метра был установлен датчик и вот на уголе... Датчик был? Нет, изначально у нас было два датчика с разных сторон насыпи. И вообще самое первое исследование у нас было несколько датчиков разного типа, чтобы мы выбирали как бы наиболее информативный датчик, да, с самым широким динамическим диапазоном. Вот. Информацию о количестве там поездов, ну, не о количестве поездов, а о характере поездов, которые мы фиксировали, мы получали УФЖД. То есть мы знали, что это какие-то поезда, какой состав и, ну, и, соответственно, вот эту информацию мы и использовали при расчетах. Понятно. Вопрос это, как называется. А датчик вы закапывали куда-то в полотно, да, или как? В натрык? Ну, да, 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 погружали в натрык, то есть... Откапывали, да? Да, да. В натрык? Ага. А вопрос, а зачем для исследований одного метра вам понадобилась сейсморазведка, а не, соответственно, георадарные, например, исследования, когда вы проехали с радаром и получили данные? Ну, честно говоря, так не могу прям отвечать. Я... Тогда еще вопрос это. А через сколько вы вот эти датчики ставили метров, например, чтобы исследовать данные? Мы ставили через пять метров. Ага. А вот вы хотите мониторинг вести, вы посчитали, сколько датчиков необходимо? Ну, это как бы сейчас пока... Пока еще это будет следующий шаг такие уже конкретные подготовка инструкции при завершении вот этой... вот этого как бы разработки непосредственно самой системы. То есть сейчас нам было важно как бы понять, что это принципиально возможно и понять, ну, как бы насколько максимально там экономически выгодно, то есть сколько датчиков нужно, чтобы что-то увидеть. То есть, ну, по сути, и одним датчиком на каком-то участке можно... Хорошо. Вы вот несколько лет, да, уже эти работы ведете? Да, но они начались еще до того, как я начала этим заниматься, но вот так уже с 2000... А по результатам работ какие-то, так сказать, действия были предприняты? Изменения там что сделали? Вы имеете в виду в РЖД? Да. Или? Ну, пока это понятно, что она не внедрена, эта система, пока нет. Вот, но непосредственно это как бы при поддержке РЖД начиналась эта работа, на их финансирование было, и вот сейчас ну, немного понятно, что тут в связи с... А почему вы выбрали именно эту методику исследований? Ну, а не классическую, например, растерили косу, исследовали сразу профиль там 100 метров, например. Ну, потому что это, ну, во-первых, это очень экономически выгодно, вот такая, такой способ, когда минимальным количеством датчиков можно получить какие-то данные. Плюс он очень чувствительный, вот как раз к изменению... Датчик может быть очень чувствительный вопрос, что вы измеряете этим датчиком? Вы представляете, у вас там 100 пар, например, колес стучат, и как вы получаете, анализируете от них отклик? И в какой точке? Понимаете? Ну, да, я понимаю, мне вот так нужно... Ну, то есть мы можем сейчас вынести датчик, поставить его на улице и что-то регистрировать, и дальше как-то пытаться интерпретировать. То есть не совсем понятно, насколько ваша интерпретация соответствует именно вашей задаче. Да, ну, это как бы резонное замечание, но поскольку проводились измерения на протяжении длительного периода, сначала там это были пробные измерения, которые дали пробный результат, но тем не менее мы эти закономерности выявили, они регулярно повторялись, и соответственно и в дальнейшем математическое моделирование подтвердило, что возможно мы фиксируем именно эти изменения, которые свидетельствуют о как бы деградации грунта. И в дальнейшем проводились измерения на протяжении четырех месяцев непрерывной работы, то есть это очень много поездов, очень много данных, и вот то, что производились измерения, мы же не просто вынесли, поставили, и что-то безотносительно знаний об участке, у нас был хороший участок и плохой участок, то есть мы знали об этом заранее, мы можем сравнивать эти записи. То есть вы новый метод, новую методику развиваете? Да, мы развиваем новую методику, мы с коллегами в МИТе общались, им тоже это показалось очень интересным и новым, но это вот именно благодаря тому, что такие есть сейчас широкопростые датчики, вообще, что в принципе низкочастотную составляющую никогда не анализировали, пользовались мездозами, которые вообще не могут ловить эти... Нет, просто низкочастотные датчики-то были еще и в Советском Союзе, давным-давно все это землетрясение регистрируется и эти датчики есть. Вопрос просто у меня, вот, с моей точки зрения, у вас какая-то, ну, наблюдается оторванность, грубо говоря, от классической геофизики, от классической, ну, и от, так сказать, всей геофизики вы пытаетесь что-то свое начать и, так сказать, вот именно вот эта конференция возможно вам поможет как-то совместными усилиями подойти к проблеме. У меня такое чувство, вы как будто начинаете как от Адама все изучать, и, а на самом деле какие-то уже вещи известны. Нет, но это может быть такое, ну, особенно там относительно меня складывается такое ощущение, потому что я из другой области пришла в эти исследования, но мы подобные методики там в Японии разрабатывались как раз на скоростных железных дорогах, мы с этими данными тоже знакомимся, но если у кого-то, конечно, есть какие-то мысли, как нам поспособствовать или что нам подсказать, конечно, мы будем рады, я прошу прощения, что я не могу включить видео, у меня завис компьютер, и поэтому я уже ничего не дергаю, чтобы не прерывать свое выступление. Отлично, Александр Сергеевич, вы уже 10 вопросов задали, давайте предоставим, вопрос переходит от Александра Сергеевича к Александру Степановичу, пожалуйста. Включите звук, пожалуйста. Слышно меня, да? Да, слышно, прекрасно. Вот у меня вопрос по тому слайду, где там три записи было, одна, так сказать, ну, в общем, из скольких составов состоял поезд у вас? Поезд из 20 одинаковых вагонов, я вот, к сожалению, перемотала бы, но у меня все повисло. Вот 20 одинаковых вагонов, это где предпоследний рисунок, где сравнивались экспериментальные теоретические данные. Вот там 20 вагонов мы брали в расчет. Там вот у вас 20 этих самых пар, а в каждом вагоне, я так полагаю, что две пары, из 20 по две пары там 10 вагонов все получается, как будто поезд. 10 вагонов стояло, так или нет? Нет, локомотивы 20 вагонов, соответственно, по две пары. Ну, там от каждой пары один пик, там 20 пиков было. Это от каждой колесной пары один пик, так или даже два пика, как вы говорили. даже колесной пары, то есть тут как получается, что... Ну, включите тот этот самый свадь, который... Я просто говорю, я не могу, потому что у меня зависло, просто все зависло, я не могу ничего сделать с экраном. Я слышу, могу говорить, но я не могу ни видео свое включить, ни перемотать ничего. Ну, хорошо, ладно. Я просто хочу сказать предыдущему Александру Сергеевичу Федотову Сергеевичу, да, сказать, что это, конечно, новый метод, он использует, так сказать, метод шумов. Ну, это, конечно, новый, немножко нетрадиционный, но достаточно интересный. Тут какие-то совсем такие начальные показаны результаты. Я думаю, что поэтому так много вопросов, так много вообще говоря, недоумения. В принципе, наверное, со временем, так сказать, будет меньше вопросов, больше понимания. Спасибо. Спасибо. Павел Николаевич, Павел Николаевич. Ирина, вот здесь присутствует у нас на конференции Юрий Сергеевич писает. Вот вы бы к нему обратились бы для обсуждения ваших планов. Извините, пожалуйста, я сейчас не расслышала. Кому обратиться? Юрий Сергеевич Исаев. Юрий Сергеевич, озвучите себя, пожалуйста. Это вот, помните, Юрий Сергеевич. вот как раз, помните, мы с вами в свое время немножко работали по этой тематике. Вот девушка как раз занимается аналогичной задачей. Было бы полезно, если, так сказать, она обратилась к вам, так сказать, за консультацией для обсуждения там этих планов. Потому что, конечно, вот эта технология, что она предлагает, это, в принципе, это бесперспективно с точки зрения развития технологии. надо садиться в поезд, Ирина. Поезд. Я так такие технологии уже пробовались, разные есть. Но, в принципе, надо поговорить. Координаты мои можете там... Да, я организаторов попрошу. Было бы очень интересно. Мы в основном работаем, конечно, по железному полотну, но воздействие на туннели это посложнее проблема, чем на этом. Поэтому у нас мы и полотно, и ВСП, ВСП тоже разные бывают на твердой основе, на разных рельсах с вибрациями, под подавлением вибраций. Короче, поговорим. Да, очень интересно. Спасибо, Далья. Я обязательно напишу вам. Да, Ирина, спасибо за доклад. Контакты. Я напоминаю, всем участникам контакты можно взять, естественно, организаторов. Да, спасибо. Электронная почта будет в тезисах. Так что найдем. Спасибо большое. Спасибо за интерес и за возможность пообщаться на эту тему в дальнейшем.